Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим и сегодня вместе с вами я буду проходить смертельную сложность в яме, которую проходят реально единицы до 50 уровня. Не знаю что из этого получится, давайте попробуем это сделать вместе. И если вам нравится и интересна данная идея, то поддержите это видео лайком, напишите комментарий по этому поводу, в общем ваше мнение. Итак друзья, я уже подготовил абсолютно всех героев, которых буду использовать, это будет 2 Рассела полностью на жир с короной и камнем на святой урон атака хп. По навыкам вот так, одинаковые 2 Рассела, далее Аида с вот такими навыками, далее камень на чистое здоровье, комбинация сетов и также я экипировал факел степного пожара. Я буду использовать Аиду на нодах, на которых нам будут попадаться герои с постепенным уроном, такие как Абероны и Валькирии. Они очень жесткие и Аида по идее должна с ними справляться. И напоследок самое вкусненькое, друзья, мы сегодня протестируем 2 Шерлоков. Как вы знаете, нам продлили раунды также в яме, они могут затягивать бои свыше 15 раундов и потом убивать противника. И сегодня на этом видео вы увидите как это происходит. Оба Шерлока также полностью в жир, с камнем на чистое здоровье. У одного Шерлока плюс 2 Жеза Ужуи, это довольно-таки крутой артефакт. И второй Шерлок точно так же с комбинацией и камнем на чистое здоровье, плюс обычный Жеза Ужуи. Все, полетели смотреть, что у нас получается. Первый раз за очень долгое время я вообще занимаюсь ямой, честно скажу. Поэтому не знаю, какие результаты у нас получатся с первого раза. Но самое главное, что мы должны получить, это максимальное количество банок энергии. Давайте смотреть, повезет мне или нет. Всего 7 банок, это не такой уж и хороший результат. Могло быть и больше. Их могу дать даже до 11 штук. Итак, первый противник у нас Герке. Это без проблем должна пройти Аида. Аида, мы ею залетаем и смотрим, сколько здоровья она потеряет. По идее, она не должна особо продамажиться. Но лучше не рисковать и даже на таких нодах использовать Шерлоков. То есть, где можно использовать Шерлока, там лучше его и использовать. Далее. Два Асмода. На самом деле, не знаю, какое у них сопротивление в яме. Давайте вместе с вами и проверим. Плюс два Жезла Жуи, это не хухры-мухры. И по идее, Шерлок должен с ними справиться. Да, он сходу их контролит, друзья. И посмотрите, что он сейчас с ними будет делать. Просто разводить голубятню. Так, они вышли из контроля. Это очень плохо. Они могут убить на самом деле Шерлока. И если это произойдет на высоком раунде, они могут ваншотнуть, соответственно, Шерлока, друзья. Это очень опасно. Нам повезло. Асмоды реально очень страшные в яме. Далее. Валентин и Аберон. Здесь также два противника. У Шерлока заряжена энергия. Поэтому мы можем также залетать с Шерлоком и смотреть, что у нас получается. Самое главное Аберона законтролить. Отлично. Не понимаю, кстати, почему он так долго не контролился. И я так подозреваю, что нужно было Шерлоку брать не очищение, а от хилл. Это моя ошибка, конечно. То есть он бы без проблем отхиливался на фулл и не был бы просажен. Но мы проходим также этот уровень. Так, следующий противник. Две Пенни. Также опасный очень противник. Давайте залетаем с Шерлоком. Хотя у Пенни защита от контроля. Давайте, наверное, проверим Рассела. Рассел должен пережить их урон. У него довольно-таки высокое поглощение урона. И вот сейчас в ульте... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Боже! Он прошел, но умер. Блин, друзья. Ну, первый раз пробую, что тут сказать. Итак, четыре Аиды. Кем бы нам их пройти? Я думаю, что это будет Шерлок. Все тот же Шерлок. Отхиливаем ему максимальное здоровье. Конечно, плохо, что мы Рассела потеряли так рано. Но теперь я буду знать, что Пенни очень опасная. Так, давай, контроль последнюю Аиду. Я тебя умоляю. Отлично! Все, четыре Аиды в контроле. И смотрим, что он сейчас с ними будет делать. Ну, сто процентов нужно брать отхил. На тринадцатой звезде, а не очищение. Вот когда герой выходит из контроля, это очень опасно. И Шерлок все-таки справляется. Отлично! Мы пока на волоске! Каждый уровень просто на волоске. Так, здесь два героя. Отхиливаем, наверное, Шерлока. И им же и залетаем. Я думаю, что это будет правильно. Поехали. Амун Рашка очень противная. В яме. И это довольно-таки неприятно. Кстати говоря, хочу отметить, что у Шерлока остается дебаф на лечение. То есть, все лечение преобразуется в отхил. Точнее, в урон. И это, кстати, может подпортить жизнь, если его делать с отхилом, друзья. Я на самом деле не знал этого. То есть, Амун Рашка в голубе, у которой отключены все пассивки должны быть, и этот дебаф, он все-таки остается. Далее, Ктугия с постепенным уроном. Здесь мы используем Аиду. Полетели. По идее, оба героя эти вообще ничего не должны сделать Аиде. Так и есть. Далее Асинда. Одна Асинда. И мы, скорее всего, ее убьем просто Расселом. Полетели. Будет отлично, если Рассел останется с полной энергией. Нет. К сожалению, он убивает сразу с одной ульты. Валькирия. И Абероны. Смотрите, вот этот нот мы сейчас попробуем пройти Аидой. По идее, она должна это сделать. Давайте посмотрим. У нее очень жесткое снижение за счет факела степного пожара. И именно для этого нужен этот артефакт. Вы видите, что эти герои наносят довольно-таки мало урона. И Аида справляется. На самом деле, если бы на ней не было этого артефакта, эти герои плавят просто в секунду. Я думаю, что многие это уже почувствовали и проверили. Следующий герой. Две Аиды. И кем мы будем их проходить? Я думаю, что Шерлоком. Давайте отхилим Шерлока. И полетели. Мы уже добрались до смерти 10. Это, конечно, такой себе результат, но результат. Так, Аид очень хорошо держит в контроле. В принципе, никаких проблем с ними не должно быть. С Жезвом Жуи плюс 2 он контролит отличнейшее. Замечательно. Итак, смерть 11. У нас Гру и Валькирия. Здесь мы используем Аиду. Я думаю, что можно даже не использовать полную банку. Мы просто ее немного подхилим. Вот так. И попробуем. То есть, по идее, Валькирия не должна много урона наносить. И Аида будет отхиливаться. Вот вы видите, как Аида плавит своей последней пассивкой. Ну и также метки очень хорошо работают. Да, без проблем. Аида пока работает как часы. Асинда. Еще одна. Давайте также Расселом. Без проблем ее пройдем. На самом деле, я не знаю, насколько высокий урон наносит вот здесь в яме Асинда. Ну смотрите, она, кстати, наполовину просадила Рассела. Это довольно-таки неприятно. Я думаю, что лучше Шерлока использовать для большей стабильности. Итак, две Пенни. Значит, смотрите, в чем прикол. У меня заряжен Шерлок на ульту. Соответственно, он походит первым и сразу законтролит Пенни. У нее не будет ракеты, которая защищает от контроля. Поэтому я думаю, что мы залетим и просто с помощью Шерлока пройдем их. Но с другой стороны, может подняться Рассел в ульту и просто шотнуть этих Пенни. Но он также может отъехать от рефлекта. И, кстати говоря, скорее всего, Рассел первый отлетел от рефлекта как раз-таки. Поэтому давайте с помощью Шерлока попробуем пройти. Сейчас сразу контроль будет. Да, как я и сказал. И, по идее, эти Пенни не должны уже выйти из контроля. Если они выйдут из контроля, друзья, у нас будут конкретные проблемы. Они могут ваншотнуть Шерлока и, в принципе, любого героя. Вот как это происходит. Итак, тринадцатая смерть пройдена. Здесь у нас два герки. Заряженная ульта у Шерлока. Но я бы не особо хотел использовать Шерлока с заряженной ультой. Возможно, стоит обычного Шерлока поставить. Да, давайте так и сделаем. Зарядим и этого Шерлока на ульту. Я думаю, что это будет полезно. Так. Ну, тут долго будет длиться бой. Давайте, в принципе, пропустим. Победа. Валькирия. Смотрим. Одна. Отлично. Против Аиды ставим. Когда один герой, кстати, он более сильный, чем четверка. Но все-таки Аида очень жесткая контра для Валькирии. Поэтому тут без проблем. Особенно с этим артефактом, который я поставил. Далее. Лезвие и Амувор. Очень опасные противники. У них высокий урон. Поэтому я предлагаю, знаете, что сделать? Я думаю, что с Шерлоком залетаем. И мы должны с ними справиться. У них нет там особой какой-то супер защиты от контроля. Самое главное, чтобы они не вышли из него. Ну, все как обычно. 21, 22, 23. Раунды копятся как секунды. Да, и без проблем проходим, друзья. То есть они не успевают даже ничего сделать. Это очень хорошо. Далее. Ктугия. Здесь мы используем также Аиду. С факелом степного пожара, который не наносится особо урона постепенного. И она остается на фуле. Отлично. Далее. Аспен. 4 Аспена. Нифига себе. Аспен очень опасный на самом деле. И я думаю, что все-таки тут стоит залетать Расселом с заряженной ультой. И возможно стоит даже не просто с его заряженной ультой, а использовать банку. Я вот не знаю, как правильно сделать. Давайте не будем рисковать. Я использую одну банку. Это даст довольно-таки много урона на Рассела. Он в первом раунде сейчас поднимется в ульту и должен шотнуть этих всех Аспенов. Да. Отлично. Так и произошло. Вы видели? Они даже с обычной атаки наносят взрывной урон. Если бы они дожили до ульты, я думаю, у нас бы были проблемы. Далее. Грушка. Грушку мы проходим просто Аидой. Здесь можно даже пропустить этот нот. Он не особо интересный. Игру не может убить Аиду никак абсолютно. Пропускаем этого чувачка. Он нас не интересует. Далее. Два Хоруса и два Валентина. Я думаю, что здесь можно запускать Шерлока. Шерлок должен отключить пассивку Хоруса. И проблем не должно быть. Давайте подлечим его. Не будем рисковать особо. И залетаем. Так, давай. Я в тебя верю. Плохо, что он не законтролил на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Отлично. Все. Смотрим. Вот это настоящая уже голубятня пошла. Четыре голубя на поле боя. И сейчас он их должен разбирать без проблем. И именно этим контрит Шерлок Хоруса, друзья. То есть последняя пассивка Хоруса, она не работает в контроле Шерлока. Отлично. Проходим этот бой. И у нас Аида плюс Амэнра. Я думаю, что здесь снова нужно запускать Шерлока. Мы так и сделаем. Давайте его немного подлечим. Полетели. Это очень ценный боец у нас сейчас. С Жезлом плюс два. Если я его потеряю, то наше прохождение, скорее всего, очень быстро закончится. Самое главное Амэнрашку держать в контроле. Но на самом деле очень сложно выйти из контроля противнику, потому что шанс там очень высокий. Отлично. Мы проходим этот нот. Смерть 22 наступает. И здесь свет звезд, которая наносит довольно-таки взрывной урон. Я думаю, что мы здесь также запускаем Шерлока. Он ее сходу должен законтролить. И в принципе она более ничего не сделает. Ну да. Он ее довольно-таки слабо пробивает. Но должен убить без проблем. Пропускаем. Далее. Зигмунд. Постепенный урон. Зигмунд на самом деле довольно-таки опасный в яме. И я вот думаю, стоит ли рисковать запускать Аиду. По идее Аида должна их без проблем убить. Но я честно скажу не знаю. Но я знаю то, что у них нет никакого сопротивления к контролю. Поэтому давайте не будем рисковать и запустим просто Шерлока. Он не должен их выпустить из контроля. Все. Отлично. Теперь самое главное, чтобы они не вышли. Урон у них довольно-таки взрывной. Ну и у нас уровень в смерти уже довольно-таки высокий. То есть тут 460 уровень у противника. Пошли криты жесткие. Тридцатый уже за тридцатый раунд. И мы их пробиваем, не рискуя ничем. Отлично. Амунрашка и две пэдни, друзья. Значит я знаю, чем это пройти. Этот этаж очень жесткий. И мы его пройдем Расселом с ультой. Хотя вы знаете что? То есть Рассел поднимется сразу в ульту. И соответственно после этого Рассел сам себя убьет. Стоит ли запускать сюда Шерлока? Я честно не знаю. Я думаю, что все-таки лучше Шерлока запустить. Мы рискнем. Он уже заряженный ультой. Мы ничего не теряем. Именно по банкам. Потому что Рассел сам себя убьет. Но Рассел нам может пригодиться еще в будущем. Ладно, давайте запускаем Рассела. И будем надеяться, что он не умрет. Он сейчас поднимется в ульту. И должен с первого раза убить. Отлично! Блин, не отлично. Видимо Пенни накладывает эту ракету отражения еще с чего-то. Ладно, я сейчас смотреть не буду. Блин, но меня это кумарит. У нас зомби появляется. У зомби также особой защиты от контроля нет. Но я не хочу тратить энергию. Давайте вот этим обычным Шерлоком залетим. И он не должен выпустить его из контроля. Также у зомби отхила не будет. И он 100% сдохнет. Блин, печально, что мы двух Расселов уже потеряли. Здесь у нас еще один Зигмунд. Давайте подхилим этого Шерлока. И попробуем еще раз ему достать энергию. Пропускаем. Половина энергии. К сожалению, нет зарядки. Так, 4 Валькирии. Ну, здесь мы используем Аиду. Аида должна пройти это без проблем. Давайте смотреть. Хоть уровень уже и высокий, но факел Степного Пожара дает о себе знать. Очень низкий урон наносят Валькирии. Отлично. Пока все работает. Смерть 27 пройдена. И 28-я. Очень хорошо. Снова противник фиговый. Поэтому мы пропускаем. Этот зомби не опасен для нас. Аспене. Вот это опасный противник. Смотрите, что мы можем сделать. Мы можем запустить Шерлока. И он сразу законтролит Аспена. И это, в принципе, единственный вариант, как мы можем его убить. Поэтому я запускаю 100% Шерлока. Потому что тот без прокачанного Жезла может огрести его Таспена. А этот 100% его не выпустит. Давайте посмотрим, как это проходит. То есть Аспене не успел себе набрать сопротивление. Никакое поглощение. Никакие бафы. Соответственно, с первого раунда Шерлок его просто контролит. И без проблем расправляется. К сожалению, энергия не осталась. Но ничего страшного. У нас еще 5 банок. Веса. Это Хил Нот. И мы его проходим Аидой. Аида без проблем должна его пройти. Хотя на самом деле мы можем даже Аиду оставить с энергией. И запустить Шерлока. Потому что Шерлок также без проблем должен убить этот нот. Давайте посмотрим. И как раз таки есть вариант набрать энергию. Это будет для нас полезней. Все. Они уже не будут хилиться. И Шерлок без проблем должен разобраться. 23-й. 24-й. Уже хороший урон наносится к 30-му раунду. Который просто разваливает как какой-то дэмэдж дилер. Неплохо, неплохо. Снова зомби. Пропускаем этот нот. На самом деле нам довольно таки везет немного на эти ноды с зомби. Вот самые опасные там у нрашки. Блин, осмоды тоже опасные, друзья. Осмоды очень опасные. И я вот думаю даже заюзать банку. Все, друзья. Язаем банку, потому что других вариантов нет. Нам нужно сразу их законтролить. И вы видите даже, что с банкой не законтролил. Да что ты будешь делать? Какое у них сопротивление тут? Вы это видели? Это просто жесть. Живи, я тебя умоляю. Они могут его убить без проблем. Давай, давай, живи. Блин, не справились, друзья. Осмоды вообще какие-то лютые. То есть стоило запускать Аиду. Давайте попробуем Аиду. Она довольно таки жирная и не должна умереть. Да. Вы видите, как они ее пробивают. Но это реально единственный шанс сейчас забрать Осмода. Неприятно получилось, конечно. И здесь мы запускаем Шерлока. У нас остался один Шерлок и одна Аида. Шансы на прохождение, конечно, очень низкие. До 50 уровня. Еще и Пенни не контролятся. Это может быть проблемой. Пожалуйста, Пенни. Отлично. Все, она в контроле. Если она выйдет, это будет Габелла. Смотрим. Ну все, он должен справиться. Но давайте до конца досмотрим, потому что она все-таки еще может выйти. Нет. 34-я смерть. У нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот как проходить такие этажи? Но такие этажи на самом деле проходят с Расселом. Но мы его уже слили. Поэтому Расселом мы не пройдем. Соответственно, единственный вариант, который я вижу, это Аида. Да, друзья. Если мы поставим Шерлока, то он в любом случае умрет. Хотя... Ну там эти осмоды, которые не контролятся. А Аида все-таки может нанести какой-то хороший урон и что-то сделать. Давайте попробуем Аидой. Завязал я ей банку. Может быть за счет пассивки она что-то сделает. Но я сомневаюсь. Аманрашка преобразует ее хил в урон. И тут уже ничего не поделать. Окей. Давайте пробовать Расселом. Точнее, Шерлоком. Вот что делать с осмодами, я не понимаю реально. Они просто не контролятся даже с жезлом плюс два. Как этот нод проходить? Это просто жесть, друзья. Итак, 34-я смерть. Это довольно-таки неплохой результат, я считаю, для первого раза. Я сделал какие-то выводы. Я думаю, что вам также это будет полезно. Поэтому, друзья, если было полезно и понравилось видео, обязательно поддерживайте пальцами вверх. Пишите ваши вопросы в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео.